Действия водителя В случае возгорания автомобиля Во второй части лекции мы с вами разберем действия водителя В случае если пассажирам угрожает опасность Либо пассажиры угрожают общественной безопасности Или безопасности водителя Итак, начнем Сначала поговорим об обстоятельствах Которые могут привести к возгоранию автомобиля Пожар на автомобиле может произойти Из-за неисправности электропроводки Из-за негерметичности топливной системы Перегрева некоторых деталей Двигателей тормозных систем Из-за курения автомобиля Из-за неправильной перевозки опасных грузов Из-за поджога Либо вследствие дорожно-транспортного происшествия В случае возгорания автомобиля в движении Необходимо съехать с проезжей части Подальше от людей припаркованных автомобилей Поставить транспортное средство На стояночный тормоз И выключить зажигание О порядке тушения пожара Мы поговорим несколько позже Главное при возгорании автомобиля Не паниковать Следует немедленно высадить пассажиров И забрать важные документы из автомобиля Также важно своевременно Особенно при невозможности Самостоятельно справиться с возгоранием Сообщить о нем по телефону 101 или 112 Если в загоревшемся автомобиле находятся пассажиры Важно как можно быстрее помочь им выбраться И отвезти их на безопасное расстояние Если двери заклинило То следует взломать двери или выбить стекло Опасно также находиться возле загоревшихся автомобилей С газобаллонной топливной системой Или автомобилей, перевозящих опасные грузы Такие автомобили лучше всего не тушить самостоятельно Ожидая на безопасном расстоянии прибытия спасателей Еще раз напоминаю, что к возгоранию могут привести Различные неисправности электропроводки Незажатые контакты Ошибки при прикуривании автомобиля Еще раз напоминаю, что при возгорании В первую очередь надо выключить зажигание Перед тем, как приступать к тушению пожара Необходимо подготовить огнетушитель Для этого огнетушитель должен быть в легком, быстром доступе При возгорании капот автомобиля может быть очень горячим При его открывании из-под него может вырваться пламя Поэтому прежде чем открывать капот Необходимо обезопасить свои руки Возьмите в руки ветошь или наденьте перчатки В целом, о техническом состоянии транспортного средства Водитель должен заботиться заранее, до поездки Поэтому он должен уметь контролировать техническое состояние своего автомобиля И своевременно представлять его на техническое обслуживание О наличии критической неисправности водитель может узнать по включению на панели приборов Сигнальных ламп красного цвета с пиктограммой неисправностей Или по текстовому сообщению бортового компьютера Если неисправность представляет опасность для движения Водитель должен прекратить движение и попытаться устранить неисправность Если же неисправность устранить не удалось Водитель должен либо вызвать эвакуатор Либо в случаях, которые мы разбирали с вами с правилами дорожного движения Двигаться к месту стоянки или ремонта С соблюдением необходимых мер предосторожности Другое дело, что при определенных неисправностях водитель не сможет вообще двигаться к месту стоянки или ремонта Либо не рискнет В этом случае, опять-таки, вызывайте эвакуатор При выявлении неисправности в пути водитель начинает нервничать, суетиться, совершать необдуманные поступки Неуверенный в надежности своего автомобиля в дальней поездке Он и без всяких неисправностей излишне напряжен, прислушивается к мельчайшим шумам Для придания уверенности необходимо подготовить автомобиль к дальней поездке заранее Пройти диагностику, устранить неисправности, долить или заменить технические жидкости И помните, что бы ни случилось, эвакуаторы работают повсеместно Если в пути произошла поломка, вследствие которой водитель не может продолжать движение Нельзя тормозить резко Необходимо включить аварийную световую сигнализацию и плавно остановиться Если по какой-либо причине водитель не видит обочину Либо на нее съезд опасен, невозможен, либо ее нет Необходимо остановиться в полосе движения Перед выходом из автомобиля необходимо убедиться в безопасности выхода И обязательно надеть аварийный жилет Жилет со световозвращающими элементами Также важно выставить знак аварийной остановки, который будет прикрывать место выполнения работ То есть мы обозначаем не только сам остановившийся автомобиль, но и место выполнения работ Кстати об эвакуаторах Большинство эвакуационных служб также проводят ремонт или устранение неисправностей на месте То есть мы можем вызвать эвакуатор не для того, чтобы отбуксировать автомобиль или перевезти Но и для устранения каких-то мелких неисправностей О некоторых неисправностях поподробнее Характерным признаком прокола колеса является увод автомобиля в сторону проколотой шины Увод по мере того, как колесо спускается, будет увеличиваться Одной из самых опасных ситуаций в дороге является разрыв шины в движении Так вот, главное не пугаться Крепче удерживать рулевое колесо Если разрыв шины произошел на заднеприводном автомобиле То ни в коем случае не нажимая педаль тормоза Можно попытаться затормаживать автомобиль двигателем Вообще, в случае разрыва шины ни в коем случае не нажимайте на педаль тормоза Это может привести к полной потере управления автомобиля, а также его опрокидыванию Для того, чтобы иметь возможность поменять в дороге пробитое колесо Всегда с собой увозите домкрат и баллонный ключ Также необходимо иметь подставку под домкрат Потому что не всегда мы меняем колесо на идеальном ровном асфальтобетонном покрытии Это может быть полевая дорога с грунтовым покрытием И для того, чтобы домкрат стоял устойчиво, под него необходимо подложить какую-то подставку В качестве такой подставки может использоваться кусок ровной толстой доски или фанеры Либо какой-то кусок не скользкой, но ровной плитки Еще о некоторых мерах предосторожности при замене колеса Перед заменой колеса необходимо высадить из автомобиля пассажиров Автомобиль поставить на ровной площадке, не имеющей уклона И надежно его затормозить При подъеме автомобиля с помощью домкрата При имеющейся возможности под балку моста или силовой элемент кузова Подложить упор или подставку Под колеса подложить упоры Не спешите глушить двигатель, если автомобиль начал греться в движении Снизьте скорость и остановитесь Посмотрите за показаниями приборов Дело в том, что если вы заглушили двигатель Вы остановили работу насоса охлаждения И это может привести к локальному местному перегреву системы охлаждения И как следствие к деформации или заклиниванию деталей двигателя На горячем двигателе после его остановки ни в коем случае не открывайте пробку расширительного бачка Охлаждающая жидкость находится под давлением И может привести к травмированию и ожогам А теперь изучим, как действовать водителю в случае, если пассажиры нарушают правила дорожного движения Нарушают общественный порядок Или имеется угроза общественному порядку со стороны третьих лиц Так вот, водитель должен пресекать нарушения пассажирами правил дорожного движения А также следить, чтобы пассажиры при движении, особенно дети, были пристегнуты ремнями безопасности Не отстегивали их, не сбрасывали, не воссовывались в открытые окна Не открывали двери при движении Не высаживались из транспортного средства на проезжую часть И не осуществляли посадку с проезжей части дороги При совершении правонарушений пассажирами, когда водителю угрожает опасность Он должен, соблюдая спокойствие и выдержку, постараться известить других участников дорожного движения Путем подачи световых сигналов, посложившись в чрезвычайной ситуации Или попытаться инсценировать неисправность автомобиля Желательно в людном месте или на оживленном перекрестке Чтобы выиграть время и получить возможность информировать очевидцев об угрозе безопасности Если ситуация не представляет существенной опасности для водителя Необходимо высадить пассажира и сообщить в милицию о правонарушении Чаще всего на водителя нападают сзади При этом часто применяют удавки Для самообороны желательно возить с собой газовый баллончик При нападении желательно привлечь к своему автомобилю внимание посторонних Включением звукового сигнала или иным способом Если нападение было осуществлено в движении Можно спровоцировать наезд на препятствие Если пассажир, которого вы подвозите Предложил с вами рассчитаться Причем рассчитаться крупной купюрой Ни в коем случае не разменивайте деньги незнакомым людям Расчет с водителем крупной купюрой Один из приемов, который используют фальшивомонетчики Для размена поддельных денег Старайтесь вообще не перевозить незнакомых пассажиров Некоторые пассажиры, которые голосуют Уже своим внешним видом говорят о том Что одни неприятности могут от них только исходить С другой стороны Незнакомая красивая девушка в темном лесу На пустынной трассе Тоже должна вызывать сомнения Стоит ли ее подвозить Стоит ли останавливаться в этом месте Если же вы все-таки подвозите незнакомого пассажира или пассажиров То ни в коем случае не останавливайтесь высаживать их в глухих местах И на неосвещенных участках дорог в темное время суток Также не съезжайте с дороги Подвозя их в какую-то глухомань Вы можете не вернуться потом на эту дорогу А теперь об опасных находках При обнаружении потенциально опасной вещи Огнестрельного оружия, взрывчатых веществ А также в других опасных ситуациях Влияющих на безопасность перевозки пассажиров и грузов Водитель должен немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы Ни в коем случае не притрагивайтесь к найденному оружию Или взрывчатым веществам Или предметам их напоминающим В опасных ситуациях, влияющих на безопасность перевозки пассажиров и грузов Главное не терять самообладание и не паниковать При захвате заложников не стоит проявлять излишнего геройства Террористы не действуют в одиночку Следует оставить вопросы нейтрализации террористов спецслужбам Если у террористов есть заложники Не стоит провоцировать преступников на акты агрессии по отношению к заложникам Если вы просто проезжаете мимо и стали свидетелем противоправных действий Нельзя игнорировать увиденные события Водитель должен незамедлительно сообщить об этих противоправных действиях в правоохранительные органы Если вы обнаружили бесхозную сумку или какой-то странный предмет Не пытайтесь их распаковывать или открывать Нельзя рядом с такими предметами пользоваться мобильными телефонами во избежание срабатывания взрывного устройства Отойдите от подозрительного предмета на значительное расстояние Не менее 150-200 метров Сообщите о находке в милицию Постарайтесь не подпускать подозрительным предметом посторонних Водитель должен без промедления информировать правоохранительные органы об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах Акт незаконного вмешательства – это противоправное действие, в том числе террористический акт, повлекший за собой причинение вреда жизни и здоровью людей, либо материальный ущерб К объектам транспортной инфраструктуры относятся эстакады, мосты, путепроводы, участки автомобильных дорог Субъект транспортной инфраструктуры – это юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, являющиеся собственниками объектов транспортной инфраструктуры и или транспортных средств, или использующие их на ином законном основании Субъекты транспортной инфраструктуры и перевозчики обязаны незамедлительно представлять информацию об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах В компетентные органы в области обеспечения транспортной безопасности органы внутренних дел Республики Беларусь или их уполномоченные структурные подразделения согласно перечню потенциальных угроз в совершении актов незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств Ну вот и все Сегодня мы закончили с вами последнюю тему по безопасности дорожного движения Берегите себя, берегите свое имущество и берегите своих пассажиров Будьте внимательны и осторожны Соблюдайте правила дорожного движения Безопасных вам дорог и приятных путешествий Безопасных вам дорог и приятных путешествий Берегите себя, берегите себя, берегите liberty и прощников